Борьбу с коррупцией нурутановцы начали с городского отдела архитектуры и градостроительства. И не случайно. Справки, разрешительные документы на строительство объектов, оформление госактов делают специалисты этого отдела. За оказание подобных услуг государственные служащие не имеют права брать даже конфеты в качестве презента, не говоря уже о взятке деньгами. Об этом черном по белому прописано в Кодексе чести госслужащих. Для усиления борьбы с коррупцией в Шимкенте был создан фронт-офис. В народной канцелярии исключено общение госслужащих напрямую с заявителями. Как заработал фронт-офис, у нас появилось время заниматься прямыми обязанностями. Сроки рассмотрения заявлений утверждены, и мы стараемся уложиться в них. Бывают проблемные вопросы, тогда мы просим продлить время рассмотрения. Рабочий день мы начинаем с того, что напоминаем сотрудникам об их прямых обязанностях. Из 19 сотрудников, работающих в отделе, большинство – молодежь. Средняя заработная плата составляет 80 тысяч тенге. И чтобы никто из работников не позарился на легкий заработок, региональным департаментом по делам государственной службы были изготовлены визуальные памятки и плакаты. Они не только способствуют борьбе с коррупцией, но и информируют о тяжести наказания. Так, в 2016 году в Казахстане задачу взятки – осуждено более 100 человек. Борьбу с коррупцией необходимо усилить, и нужно начинать с себя. Не брать и не давать взятки. Выполнять свои обязанности честно и требовать от своих коллег того же. Социальные сети пестрят фактами вымогательства, взяточничества, коррупции всех мастей. Не замарайте свою честь, не ставьте на себя клеймо. Равняйтесь на честных работников. Не допускайте противоправных действий. За получение взятки госслужащим грозит наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества и с пожизненным лишением права занимать определенные должности.